И последнее. Еще один лесной житель нашел себе новый дом. В последнее время комитет охраны природы часто встречается с такими находками. Люди сообщают о заблудившихся лосятах, косулях. Сигналы поступают из разных точек Олегминского района. Взрослое животное можно реабилитировать и отпустить на волю. А вот малыши за время, проведенное в клетке, теряют способность выживать. Поэтому, поправившись и набравшись сил, они пополняют зоопарки республики. Подробности далее. Маленькая косуля, обжившаяся в новом месте, готовится к дальней дороге. Большое количество народа изрядно напугало лесную красавицу. За это время она начала привыкать к приемным родителям. Семья Шаймардановых привечает у себя лесных найденышей не первый раз. Как-то стало привычным, улыбаются супруги. Предыдущего малыша выкармливали с бутылочки. Ну вот, с охот общества привезли. Посадили в вольерчик, кормили, вырастили. Два месяца было. В прошлый год лосенка выращивали, весной привезли тоже. И да, в основном месяце у нас раз Люба соски его кормила. Ну, пока не выросла с такого, наверное. Комитет охраны природы нашел место, где Мекке, так пока назвали ее здесь, будет вольготно и спокойно. Это не первый найденыш, рассказывает нам Владимир. Были лоси, мишки были, улыбается он. Определяли вортодайдум, бывало, выпускали обратно в лес. Но не всегда это возможно. Такие малыши сами уже не выжилили. Привезли косулю в апреле месяце. Тоже сразу ее сюда определили, как бы уже на работу она уже с ними содержали. И в данный момент сейчас мы ее отгружаем в город Мирный, природный парк, живые алмазы Якутии. У них свой парк создали они, где, значит, будут содержаться вот такие вот, как бы, животные. Дикие, ну, уже, может быть, полуодомашненные. Такие события тоже часть работы комитета. А радует, что люди, вопреки сплетням, не пользуются моментом, а звонят. Мека, допустим, прибежала в огород в селе второй Нерюктяинск. Хозяева позвонили, а работники привезли ее на реабилитацию сюда. Большое спасибо тем, кто нервнодушен. Директор психоневрологического дома-интерната сразу пошел навстречу. Вот так и образовался такой своеобразный пункт передержки. Впереди у косули длинный путь до Мирного, где ее ждет новый дом и даже, по слухам, возможный жених. Но мы постараемся как-то довезти нормально. Будем подготовиться, просматривающая клетка, люди там ждут. Еще членская нам должны привезти медвежонка. Саплю здесь взяли, так что мы тут, Олег всегда нас питает такими зверюшками для миря. Ирина Фаст, НВК САХА, Олег Минск.